В Усть-Каменогорске планируется введение новой системы оплаты за проезд в общественном транспорте. Об этом на встрече с представителями СМИ сообщил директор городского центра управления пассажирским транспортом Арман Искаков. В 2019 году в Усть-Каменогорске внедрили автоматизированную систему оплаты проезда в рамках государственно-частного партнерства 100-ABA Казахстан. На базе центра управления пассажирскими перевозками была создана инфраструктура, включающая центр обработки данных, диспетчерскую, процессинговый и эмиссионный центр, а также 53 пункта для продажи и пополнения транспортных карт. Система позволяет отслеживать движение городского транспорта в реальном времени через мобильное приложение «Усть-Каменбас», а также предоставляет возможность безналичной оплаты проезда в формате самообслуживания. Однако недостатком системы является отсутствие возможности онлайн пополнения транспортных карт и применения альтернативных видов оплаты, таких как банковские карты с транспортным приложением, социальные карты, мобильные телефоны, NFC, SMS-оплата и так далее. 1 декабря этого года завершается срок реализации этого договора и где-то с начала этого года были запросы со стороны областного управления в сторону данной компании по представлению коммерческого предложения на дальнейшее сотрудничество и сопровождение данной системы. Те предложения, которые были направлены, если мы их проанализируем с существующими коммерческими предложениями, в том числе наших казахстанских компаний, у них даже немножко выше цена получается. У Казахстана? Нет, у белорусской стороны. В качестве возможных вариантов рассматривается возможность внедрения системы ОНАЙ или автобус. Переход на новую систему оплаты не повлияет на стоимость проезда, говорят в Центре управления пассажирскими перевозками. При этом в случае, если город не заключит новый договор до 1 декабря, по-прежнему можно будет расплатиться без наличных средств.